всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел поговорить о висе и фейдерах что такое висей фейдеры вкратце расскажу это скажем так такие фейдеры которые подключаются не к сигналу а к другим фейдером сейчас поясню на практике прежде давайте я расскажу вообще как меня все организовано я работаю лично предпочитаю работать по таким старым олдскульным скажем так методом когда у нас вручную создаются какие-то шины подгруппы то есть так как это было еще в прошлом веке на аналоговых больших консолях потом это перешло в ранней версии про тулса эта логика и так до сих пор до наших дней на еще существует но например в лоджике в 10 версии появилась такая функция как самим трек стек то есть мы можем объединить какой-то какие-то несколько треков в самим стек и те кто пользуюсь понимаю знает что сразу вас создается такая же папка как вот у меня здесь но на нее сразу назначается шина то есть у нас все сигналы объединяются сразу промежуточной шину я этим не пользуюсь потому что мне это немножко неудобно с организационной точки зрения то есть я привык когда у меня идет все сверху вниз то есть у меня например здесь идут барабаны и вот внизу их общая шина который я создал вручную ну как создавать шины я неоднократно показывал в разных своих других видео и курсах просто сейчас здесь кратко напомню что я просто вручную вот здесь вместо стерео output поставил конкретную шину меня создался aux канал автоматически я назвал drums и создал его отображение вот здесь в окне аранжировки и вот так разместил чтобы оно пошло после барабанов то есть такая немножко ручная работа более долго чем просто создать самим вот этот трек стек но я просто к этому привык или я не пытаюсь навязать свою точку зрения вам если вам вы привыкли работать с этой новой функции ничего плохого этом нет суть одна и та же но чисто с организационной точки зрения я понял что так мне проще работать но я также пользуюсь фолдер самим фолдер трек стек точнее это трек стек который просто выступает в роли такой некий папки то есть мы туда располагаем какие-то дорожки в том числе вот эти шины которые создал и у нас у этой фолдер в эту фолдер стека есть только функция просто мьют соло всего что внутри находится и общий фейдер так вот этот фейдер и есть по сути виси и фейдер про который мы говорим в этом видео сейчас я чуть подробнее объясню то есть висей фейдер по сути это фейдер такой мастер фейдер который подключается ко всем вот этим фейдерам который нас находится скажем так в его ведомстве которая ну в данном случае на за засунуты скажем так в эту папку но у нас есть возможность это переназначать так вот в чем идея идея в том что сигнал у нас по сути не поступает на этот фейдер то есть вот у меня здесь есть сами дорожки отдельных элементов барабана установки и моя сумма суммирующая шина который я создал для того чтобы эти дорожки туда просто через нее проходили здесь поставить какую-то общую обработку там компрессор и так далее вот то есть сам сигнал у нас выходит с этих дорожек выходит приходит точнее сюда на вот эту суммирующую шину и с нее выходит уже на общую общий мастер через который мы слышим весь наш звук то здесь все понятно а вот этот фейдер через него звук так таковой не идет звук нигде сам через вот эту вот этот канал никак не проходит но этот фейдер как бы подключен к фейдерам который находится в его скажем так ведомстве как собственно узнать вообще что подключено по умолчанию это вообще никак не видим здесь даже сбоку нигде нет слов таких как висей но для этого нужно просто нажать view channel strip компонент здесь есть пункт висей который по умолчанию отключен его включаем и вот мы видим у нас появляется графа висей и вот мы видим что вот на этот висей фейдер drums который также является еще и папкой у нас назначена вот эти дорожки то есть например overhead у меня не назначен а drums назначен сейчас я допустим все это отвяжу и покажу как это работает сейчас данном случае у нас ничего не работает то есть у нас вот эти все дорожки находятся ведомстве скажем так вот этой папки и смотрите что будет сейчас я если даже засолирую у нас все митирует то есть у нас не работает соло потому что они как бы скажи так не участвует в этой в действии этого фейдера сейчас я заменитирую остальные наши эти висей фейдеры которые относятся к тем или иным группам инструментов это меня просто канал сам по себе и вас вручную заменитирую и давайте послушаем сейчас как у нас сигнал звучит вот я опустил фейдер у нас ничего не произошло то есть у нас как ни в чем не бывало наши сами звуки звучат сами дорожки играют и также мастер шина тоже ну точнее не мастер шина а суммирующая шина барабанов у нас звучит как ни в чем не бывало теперь я например подключу сюда к вот этой шине барабанов подключу барабаны и смотрим за метрингом то есть что у нас происходит с сигналом мы видим что на самих каналах нас ничего не поменялось то есть как звук выходил с них и приходил на вот эту шину драмс так он приходит но так как драмс этот фейдер подключен к этому фейдеру то его напряжение ушло в минус бесконечность так как вот здесь у нас стоит поэтому у нас здесь громкость просто исчезла и мы не слышим барабаны потому что эта шина просто не выдает никакого напряжения ну виртуального напряжения конечно же вот таким образом мы вот этим фейдером можем управлять общим сигналом вы спросите а для чего это нужно когда я могу просто вот этим фейдером управлять и все но дело в том что бывает случае например когда у вас есть фейдер точнее стерео сумма с параллельной компрессии например для барабанов это очень популярно вот к примеру я сейчас покажу сразу я возьму все свои элементы барабаны установки overhead у меня объединены в общую шину поэтому я их не беру беру уже саму шину и отправлю например на какую-нибудь свободную шину вот у меня создался фейдер точнее aux явно зову например драмском и допустим сюда поставлю какой-нибудь компрессор допустим любая компрессия сейчас это не так важно сделаем посыл вот нас есть фейдер с компрессии теперь я создам отображение этого aux канала в проекте для этого нужно знать options и great tracks for selected channel strips и размещу также рядом с барабанами он где-нибудь здесь так вот чем не теперь удобно если я например свел весь микс у меня все уже сведено все хорошо все настроены всякие посылы реверы параллельной компрессии и вдруг я понимаю что уже на финальной стадии миксы у меня немножко торчат барабаны вот я хочу сделать потише допустим я здесь уже прописана какая-то автоматизация то есть я например прописал автоматизацию что у меня компрессия например там где нибудь здесь повышается сами барабаны например тоже повышаются где-нибудь здесь для того чтобы быстро повысить общий уровень барабанов или понизить мне нужно заходить в автоматизацию регулировать с относительной сохранением этой относительности вот эти графики чтобы но у меня ничего не сбилось баланс не сбился не потерялся ну то есть вы понимаете уже очень много движения очень неудобно очень все это сложно но гораздо проще просто взять настроить грамотно вот этот висей фейдер то есть данном случае мне нужно его также привязать и к параллельной компрессии потому что если этого не сделать то опустив этот фейдер у меня звук самих барабанов пропадет но звук параллельной компрессии останется не тронутым то есть вот видно я опустил фейдер но параллельной компрессии как ни в чем не бывало продолжает играть естественно это вносит жуткий дисбаланс и это очень большая ошибка то есть эти вообще нужно обязательно следить если вы все-таки возьмете на вооружение работы сей фейдерами сразу вас призываю к очень такой серьезной дисциплине но на самом деле правило всего одно и сейчас в конце видео о нем расскажу как вообще пользоваться фейдерами и что назначать что не назначать на эти висей фейдеры и все станет предельно просто и понятно то есть никаких сложностей это вызывать не будет давайте сразу здесь добавим висей фейдер drums и теперь видно что у меня пропорционально увеличивается громкости уменьшается когда я повышаю или понижает от фейдер висей фейдер то есть у нас просто вольтаж вот этих двух фейдеров пропорционально уменьшается пропорционально увеличивается при этом их относительный баланс друг между другом сохраняется и также сохраняется конечно же автоматизация то есть автоматизация будет как ни в чем не было работать но на другом скажем так на других вольтах виртуальных то есть на другом скажем так на другой шкале вот этих громкостей то есть очень удобно сразу скажу что висей фейдер также можно автоматизировать то есть на нем тоже можно прописывать автоматизацию такую более глобальную ну то есть это развязывает руки это добавляет новых возможностей но думаю с этим понятно абсолютно того же касается все остальные здесь у меня инструменты которые есть в аранжировке то есть я все это объединяю в такие папки они же являются висей фейдерами вот видно для тех или иных элементов теперь сразу расскажу лоджика на самом деле иногда бывает что назначает слишком много здесь дорожки он назначает и бас самой дорожки то есть откуда у меня бас гитара и мастер фейдер который я создал точнее шину промежуточную для вот этого баса то есть и то и том я назначена фейдер сразу скажу в лоджике это учли то есть даже несмотря на то что у нас оба назначены на фейдеры на вот это висей фейдер если мы будем убирать лоджик будет автоматически уменьшать громкость только на шине то есть он потому что он понимает что вот у меня здесь назначен этот сигнал это дорожка на шину значит нет смысла и там и там убирать сигнал начата внесет опять же проблемы то есть уже будет сигнал непропорционально уменьшаться а будет у понижать только на последнем канале в цепи ну думаю это логично но на самом деле появилась достаточно недавно в одном из недавних обновлений они этот косяк исправили то есть вот видно у меня несмотря на то что они оба назначены на висей фейдер этот у меня фейдер остается нетронутым то есть сигнал продолжает звучать вот это видно но на уже выходном фейдеры у меня сигнала нет то есть принципе можно сильно сейчас не переживать но я всегда вам советую все-таки опять же брать все это под свой контроль не надеяться на технику назначать на фейдеры только то что идет на стерео выход то есть очень простое правило все что у нас везде где написано стерео out мы назначаем на тот фейдер который нам нужен но в данном случае перкуссия у нас сама по себе поэтому ее нет смысла на какой-то фейдер назначать но какие-то групповые инструменты например гитары которых много может быть клавиш которых тоже может быть много вокала которых тоже может быть несколько их лучше назначать на какой-то фейдер либо их суммирующую шину то есть опять же правило получается сохраняется смотрим у нас вот эти дорожки аудио идут на какие-то шины значит мы их не назначаем ни на какой висей фейдер то есть но висей но их уже шина на которой они назначены то есть данном случае вот эти две то есть драмкам компрессия вот у нас идет посыл на нее и сама шина drums у нас назначена на вот этот висей фейдер drums все логично таким образом у нас сохраняется полная пропорция когда мы захотим поменять уровень этого фейдера те дать посмотрим с басом с басом я здесь уберу чтобы у меня оставался только по умолчанию вот этот финальный вариант то есть у нас сама шина идет на стерео output значит я ее привязываю к висей фейдеру баса здесь у меня идет на бас 3 значит меня здесь никакого висей фейдера нет далее смотрим гитары гитара у меня здесь две гитары записаны из двух микрофонов они объединены в шины и мы видим что у нас здесь не совсем правильно точнее совсем неправильно расставлены висей фейдеры привязка вот это тоже очень важная ошибка который нужно от которой нужно избавляться и и и в коем случае не допускать если у меня здесь предположим будет на вот этой общей сумме стоять какие-то на этой решении стоит какая-то обработка например компрессия я буду висей фейдер им убирать громкость то у меня будет прибираться сами исходные сигналы таким образом компрессор который стоит уже после этого понижения будет работать неадекватно то есть его настроил на вот этой громкости она это он уже работать так не будет поэтому ни в коем случае вот этого допускать нельзя я выделяю эти треки ставлю но висей и выделяю уже их суммы суммирующие шины которые идут опять же на стерео output помним правило стерео output значит можно спокойно назначать на висей фейдер и выбираю висей фейдер гитар с все логично теперь у меня гитары привязаны к вот этому висей фейдеру и у меня никаких проблем не будет тоже касается и клавиш я отвязываю от висей фейдера клавиш сами дорожки с левым правым сигналом клавиш и оставляю только привязанным их общую шину это же касается вокала вокал у нас весь идет на стерео выход каждый то есть у меня нет никаких промежуточных шин для вокала поэтому он у меня сразу привязан к вот этому в мастер фейдеру точнее висей фейдеру и локс ну и касается флейта то же самое флейта у меня одна всего лишь в нет никаких шин поэтому тоже она привязана к вот этому фейдеру ну думаю что это понятно если остались какие-то вопросы можете задавать но если вы по по на практике это все попробуйте очень быстро с этим освоитесь кстати сразу скажут этот мастер фейдер по сути это тоже висей фейдер который привязан к стерео output а то есть если вот этот фейдер физический реальный который отвечает за сигнал сам то есть он непосредственно касается сигнала то это просто вольтаж который подключается к вот этому фейдеру то есть и он вот здесь также работает поэтому тоже следите за тем чтобы он все оставил в нуле потому что иначе вы будете просто работать на пониженной вольтажности скажем так вот этого стерео выхода я вам этого не рекомендую то есть лучше все таки держать на нулях но опять же о гейн стейджинге я запишу тоже отдельное видео ну что ж в этом видео на этом все если что-то какие-то вопросы еще остались пишите в комментариях либо пишите мне в личные сообщения но обязательно попробуйте это на практике но мы с вами увидимся следующих видео всем пока